Где-то давным-давно, это был 1989 год, я интересовался и философией немножко, политэкономией немножко, и написал статью, которая называлась «Абсолютный кредит социалистического производства». В 1989 году она была издана в каком-то сборнике в Латвии по будущему социализму, что там такая конференция была. И я сейчас попробую рассказать идею этой статьи, она была побольше или частью. Давайте посмотрим, что же произошло в начале XX века в мире. Просто факты. Без всяких оценок, без ничего. Начале XX века. Нечто произошло в одной из стран, занимающей довольно большую территорию, с большими ресурсами экономическими, промышленными и сырьевыми, и с человеческими большими ресурсами. Нечто произошло. В результате чего? Эта большая часть планеты отделилась от всего мира. До этого на всей территории планеты был капиталистический способ производства. Значит, вот от этого капиталистического способа производства, который достиг уже империалистической фазы, связанной, все территории были уже связаны, и вдруг, в каком-то случае, нам без разницы здесь, часть территории, часть ресурсов отделяется, обносится железным занавесом и существует автономно. При этом, что самое важное, что интересно, что на остальной части это никак не сказалось. И 20-е годы характеризуются расцветом экономики по всем мире, капиталистического мира. Кризис наступил попозже, в 30-е. А 20-е годы расцвет. Во-первых, вообще следует здесь обратить внимание, что капиталистическое производство – это соединение капитала и ресурсов. И на определенное количество капитала требуется определенное количество ресурсов. Соединившись, они эффективно работают. Значит, что мы можем делать вывод? Что то количество капитала, которое существовало на тот момент времени, которое выбыло из этой территории, нашло прибыльное применение на оставшейся территории. Если бы оно не нашло прибыльное применение, то бы оно в виде войны, в виде военной силы завоевало бы себе эти ресурсы. То есть вывод такой, что части ресурсов человеческих, часть ресурсов материальных, промышленных, было отторгнуто из капиталистического мира. И при этом сам капиталистический мир прекрасно существовал. Может быть, и часть капитала была отторгнута, нет? Нет, нет, нет. В принципе, здесь стоит говорить, что капитал был вывезен в основном. То есть на оставшейся части, то есть вот тот капитал, который был в капитале, остался. Что было вывезено, не вывезено, мы говорим о самом факте. Было огорожено. Связи капитала и ресурсов уже не было. То есть они сорвались как бы и ничего не произошло. А то, что большевики там активно продавали всякое там. Ну, это не снижение. Так, а ценности, то есть это десятая. В данном случае можно как бы в начале социалистического этапа можно оценивать наоборот, как вывоз капитала туда. Типа остатки вывоза. То есть причины, то есть здесь субъективных причин и целей мы не рассматриваем. Мы рассматриваем сам факт, который произошел. Ну, смотрите, не было этого факта, что вот отторгалась часть, и она жила локально. Не было такого факта экономического, а были взаимосвязи между этими частями. И особенно в 20-е годы и в 30-е, понимаете? То, что вы сказали, это не факт. Вот моя точка зрения такая. То есть в развитии социалистической экономики активное участие принимал мировой капитал. Это сейчас необыкновенно активное. Да. А что они делают? А все что угодно. Это второй вопрос. Субсидии там. Закупали целые заводы в Америке. Целиком. Целые заводы, все построили. Ну, какой-то клич был брошен. Американцы приезжали к нам работать. Какой-то клич. Это было массовое движение было. Не в 39-м. Это все было. Завершение НЭПа практически в 29-м. Ну, ладно, давайте мы как бы стали оспаривать. Нет, нет, нет. Это действительно... Вы сказали, да, но вот некоторые товарищи не согласились с вашим словом. Все, вы протолстаете. Извините, что вас перейдите. Нет, 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 это очень интересно. Но в принципе, в принципе, ты скажем так. Действительно, если копаться по сусекам и разбирать, действительно связи были. Но если мы посмотрим очень свысока и издалека, то действительно произошло разделение мировой экономики на два куска. Принципиально разные. Произошло. Принципиально разные. Произошло. Разные системы управления, но взаимосвязи между ними остались. Вот о чем речь. Невозможно, невозможно на земле... Произошло. Произошло. Я правильно бы сказал, что эти связи были подобны, как связи, например, Европы и Индии в средние века. То есть, скажем так, до этого момента была однородная экономика на всей планете. В принципе. Ну, за исключением... Кризис глобализма. Вот. Кризис глобализации. Значит, почему это не произошло раньше? Не могло произойти раньше такого отторжения? Потому что капиталь свободной конкуренции, он мог существовать локально. Мелкими производствами, районными. Около города, еще где-то. То есть, и вот он насаждался локальными кусками по всей территории планеты. Когда перешли в этап империализма, прекратилось локальное существование капитала, он связался целиком. Свободное движение капитала по всей планете. И тут выяснилось, что теми средствами, которыми обладал капитал, и теми методами производства, и теми методами управления, он не может справиться со всей планетой. И поэтому часть планеты, часть трудовых ресурсов, часть материальных ресурсов была отсоединена. Связь осталась, конечно. Конечно, он и пользовался ресурсами. Но, в принципе, выглядит это так, что, допустим, даже, что вдруг полностью окуклилась и убрали эту часть. Оставшуюся часть прекрасно бы в себе существовала. Ну, тенденция, по крайней мере, ясная. Да. Теперь, значит, что... Что? Тенденция ясная была. Делиться, отгородиться, как бы... Ну, это не тенденция, я говорю, что... Ну, о факте, да? Тут, как бы, извините, тоже такое полемическое возражение. А может быть, ведь, может быть, некое противостояние, вот эта разделенность, которая возникла, противостояние, оно же потом стимулировало... Да, да, это я буду говорить, да, конечно, конечно, конечно. То есть, и здесь еще, возвращаясь к докладу по финитальной истории, то есть, империализм не может жить без военного противостояния и расходования избыточных ресурсов в вооруженные силы. А для этого должно быть... Это должно было еще и по этой причине произойти это разделение. Вот, иначе у нас теперь встает вопрос, а что же на этой части должно было произойти? Капитала нет. Организовать производство капиталистическое по типу свободной конкуренции и долго-долго развивать его, пока не дойти до империалистического стадия, до промышленного производства, да? Либо сразу же насадить типа военного коммунизма, да? Ни то, ни другое не получилось. Получился средний вариант. Нет. Короткий промежуток свободной конкуренции, а дальше новый способ производства. То есть, новая форма. То есть, у нас есть, с одной стороны, трудовые ресурсы, с другой стороны, есть сырьевые ресурсы. Их нужно соединить. И есть необходимость для ускоренного соединения, чтобы противостоять тому, кто за этим железным занавесом. Какой способ соединения? Капиталистического способа. Ну, мало того, что идеологического это было невозможно, но не хватало капитала. Значит, нужно искать другие способы стимулирования труда. Какие способы стимулирования труда? Ну, наиболее яркий способ – это оплата трудолозунгами и наградами. То есть, и второй способ – это широко использование бесплатных трудовых ресурсов в конденсационных лагерях. То есть, это новые способы привлечения трудовых ресурсов к... Я думаю, что это вынуждено. Забытое со времен Хеопса? Забытое со тех времен. А я думаю, что это все-таки вынуждено, а не какие-то новые способы. Нет, это вынуждено, естественно, вынуждено. Я имею в виду новый, относительно капиталистического. То есть, это тот, который был возможен тогда на этой территории. И государственная монокольная собственность, и при этом она необходима была для политического диктата. То есть, политический диктат, идеологический диктат нам обеспечивал, с одной стороны, оплату поощрениями, лозунгами, идеологическую оплату, когда можно было работать 20, там, сколько-то часов не за деньги, а за идею, да. А с другой стороны, эта же идеология позволяла загнать миллионы в конструкционные лагеря, которые бесплатно тоже работали. То есть, идеология позволила соединить трудовые ресурсы с сырьевыми ресурсами и обеспечить быстрейшую индустриализацию страны. То есть, мы не можем... А не произошло же за счет крестьянства? Вы крестьян выбирали какие-то... Ну, это уже механизмы. То есть, основная мысль, вот сама, которая была у меня возникла и оформлена в этой статье, что разделение на социалистическое и капиталистическое два лагеря произошло не случайно, не по воле случая и не по политическим соображениям, хотя это было все подкреплено, а по экономической необходимости, что при переходе капитализма в империалистическую стадию он не справился, не переживал те ресурсы, которые он захватил именно в империалистической стадии. И при этом пришло разделение. Что интересно, что еще, что социалистический способ производства, идеологически обусловленный, он являлся, наверное, самым сильно эксплуатирующим способом производства во все времена. Ну, поэтому считали его государственным капитализмом. Вот. Нет, здесь не столько, что это капитализм, то, что и идеология как бы это оправдывала. То есть, такой степени эксплуатации человека, которая была при этом способе производства, не было практически в истории никогда. Ну, работа может там еще. Ну, работа же не так эффективно работает. Да, не так эффективно. А здесь получился эффективный. И именно за счет этого произошла ускоренная индустриализация, позволившая создать в 30-м годах уже мощнейшую экономику. Может, мы еще? Нет, сейчас я загадаю. Нет, сейчас, вот насчет ускоренной индустриализации, произошедшей в этой стране, это ваше отдельно стоящее мнение, которое не подкрепляется экономическими фактами. Вот еще раз. Просто вот есть такое мнение, что вот вы выразили одну точку зрения, я выражаю другую точку зрения. Что не было индустриализации. Что вот эта ускоренная индустриализация, вот это, это ваше, так сказать, ну, как-то... Нет, это не было. Не было или в другие причины? Ваше вообще не было индустриализации, она была не ускоренной. Да, результаты этой ускоренной индустриализации, на самом деле никакой индустриализации, никакая не ускоренная. Не понял, мы танки, мы граки, самолеты выиграли. Вроде всей Европы войну выиграли. В итоге, значит, ускоренной индустриализации Индустриализации не было, значит, не было... А, была медленная на протяжении 100 лет? Нет. Я не беру смысл вопроса. Не было ускоренной или не было индустриализации? Индустриализация была до того в Российской империи. Она была разрушена. Она прервалась, значит, продолжалась индустриализация в 30-е годы. По темпам, значит, если сравнить, там, за большой, хотя бы 30-летний период, она уже становится никакой не ускоренной. Нет. Я отвечу, что есть действительно проблема, это соотнесение реальной информации об индустриализации и самой реальной индустриализации. Оно расходится. Но это все входит в сам способ производства. Мы должны говорить, чтобы больше сделать, чтобы еще больше развивать эту промышленность. То есть она была не такой ускоренной, какой говорили, и не столько достигли, сколько говорили, но даже по фактам без говорения это была ускоренная индустриализация. Поэтому говорить ускоренно и несерьезно. Вот я. Она была невероятно ускоренная для, собственно, того капиталистического другого мира, который был по ту сторону, понимаете? Невозможно было с точки зрения капиталистического мира. И, так сказать, изговорили на этот вопрос, я бы понял. 20% поможет на производство. И еще, значит, коротко я скажу, что это первая часть статьи. А вторая часть статьи я анализировал, тогда это было вообще очень странно, еще стилизм во всем у нас был, еще перестройка только-только там двигалась. Я доказывал на примерах, что социалистический способ производства, это никакой не новый способ производства, вообще ничего. Это одна из форм империалистического производства, необходимо существующее на определенном этапе развития империализма. Тот же финансовый капитал, тот же милитаризм. Что там еще третий признак? Только все посты, в руках, все... Это неважно, да, то есть все признаки... То есть и государственный капитализм был? Ну, конечно, конечно. То есть и другая форма, другая необходимая форма существования империализма, вызванная именно... Ну, исходя не хотели от денег отказаться, а в итоге не отказались. Ну, это да, да. И чем характеризуется всегда новый способ производства, новая производственная форма? Тем, что старое отмирает. В данном случае и появляются новые средства производства. Новые средства производства не появились. Тот же самое индустриальное производство, но просто по-другому организован. Тот же самый империализм, да. И в конце статьи я показывал, что вот если конец индустриальной эпохи в капиталистическом мире может быть пережит, то конец индустриальной эпохи, империалистической эпохи в социалистическом, амклаве, пережить не может. Почему? Значит, наступил новый этап глобализации, то есть здесь в основном это связано с постинстриальным производством, с налаживанием свободных связей между элементами, не поддающимся планированию, ускоряется производство, и планирование отстает настолько, что плановая экономика становится невозможной, в принципе. И показывается, что вот кризис... Это может быть проблема плановой экономики? Да, да. Нет, но это и социалистическая. Другой нет социалистической. И где кризис наступал у вас между социализмом и... Нет, нет, нет. В каждом, в каждом кризисе. И кризис 30-70-х годов в капиталистическом мире выразился в нескольких локальных кризисах. Начало 70-х, концертом 79-х, все. А поскольку у нас был совершенно другой способ управления, то он смягшировался. И не было глобальных кризисов. То есть кризисов не было в период эксцентивного роста. Эксцентивный рост продолжался где-то до начала 70-х, когда наращивалось, наращивалось, наращивалось. Когда эксцентивный рост прекратился, и должно быть за счет кризиса перестроена экономика, в капиталистическом мире перестроил ее, а у нас кризис мелко-мелко накапливался, 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 мягшировался, мягшировался, и в конечном итоге превратился в абсолютный кризис капитализма. Так и называлась статья. То есть было показано, что абсолютный кризис капитализма, социализма, да, социализма наступает. Следующий этап, он будет не социалистическим, не в прямую капиталистическим, но в принципе наследуется по капиталистической линии. А это просто отдельное образование, необходимое на определенном этапе империалистического развития. И самый актуальный вопрос, который просто просится, а что же с Китаем? Ну сейчас у них же капиталистическая экономика. А что же со Швецией? Нет, дело в том, что... Был Китай, был тоже социалистический Китай. Значит там, в статье у меня было, абзац или несколько, про то, что в дальнейшем концентрация капитала и развитие в капиталистическом вызвало еще большую зарплотность. И еще часть территории была, социалистический лагерь после Первой мировой войны. Но почему Китай, как бы, выходит из этого кризиса социализма почему-то победителем? Ну, пока нет. У них не социалистическая производка. У них сейчас не социалистическая производка. Может быть были какие-то отдельные ошибки? Если их исправить, то есть? Нет, нет, нет. Со социализм. А уже бы сейчас нет? Сейчас социалистического производства? Но как, все-таки Китай, у них же основные. Нет, нет. У них осталась financial party. Но производство у них чисто капиталистическое. Чисто капиталистическое. Тот же бизнес, тот же частное производство. Они умело... Не плановой экономики не chest. Сейчас нет. Везде была плановая экономика. В Японии, например, была. У меня были семилетние, двенадцатилетние планы. Везде. Все планируют. Это уже миф перестройки конца, когда люди противопоставляли рыночные и плановые. Рыночного противопоставить натуральное. Плановое противопоставит нерегулируемое, то есть стихийное по смыслу. А слово рыночного противопоставит натуральное. Поэтому нельзя рыночное противопоставить плановое. Но можно противопоставлять, если под плановым. Нет, нет, нет. Здесь речь идет о том, что глобально плановое, то есть абсолютно плановое, когда ты планируешь все производства и все из одного центра. А другое дело, когда у тебя планируется в рамках корпорации. Там нет, в рамках корпорации нет различия между планового и непланового. Но вот опять возьмем эту сталинскую знаменитую экономику. Вот у него, можно сказать, что она была не социалистическая? Нет. А с другой стороны, планировалось там ограниченное количество паразиций. Существовало около шести миллионов человек, которые работали в кооперативах и которые обеспечивали все, что не умели запланировать. Ну было, было. Нет, ну там, скажем, естественно, что все, что я сказал, это нужно делить на два. Да, и есть какие-то нюансы, кажется. Но я хотел заострить внимание именно вот на самом факте отторжения части ресурсов и их автономном использовании при помощи других методов управления. Не вникая ни в идеологию, ни в политику, ни в что. А вот и как бы основным подтверждением, как бы основанием, что это было именно так, то, что оставшаяся часть существовала прекрасно и хорошо. И дальнейшее отторжение после Второй мировой войны также ничего не сделало. Еще после Второй мировой войны одинаково хорошо быстро развивались обе части. Нет. Были взаимодействия между ними. Все это. То есть и ресурсы туда гоняли, и все это. И пользовались. Но в принципе, вот если глобально смотреть, это две формы одного и того же империалистического способа организации, существовавшие параллельно и как бы подхлестывающие. И они даже не могли существовать отдельно друг без друга, что показывает милитаризация. Милитаризация как бы подразумевала доличие вот этих двух форм империализма. Когда закончилась, милитаризация стала сейчас не столь актуальна. Она остается, да, как способ вложения денег, как способ расходования избыточного капитала. Что там еще клюзики империализма-то появилось? Финансовое управление, милитаризация и... Финансовое управление это что значит? Как-то иначе. Нет, финансовое управление. А, монополизация, да, финансовое управление, мобилизация капитала и милитаризация. Мобилизация экономики. Мобилизация экономики. Первая монополия. И финансовое управление, да. Просто есть другая же версия, почему Советский Союз рухнул, да? Так это он же не говорил про Советский Союз, что рухнул. Я понимаю, я как бы там... Сказал. А? Сказал. Я только об этом и говорил. Вопрос-то заявил, Влад, я переваривал. Вы этот доклад делали к чему, вспомнили про эту статью? Что вам, так сказать, дорого это оказалось, или это как-то актуально сейчас, то, что вы вот... Извините, я не могу сказать, что у меня жена входит в политэкономию, и я, значит, поэтому об этом говорю. Ну, это такая возникла, да? Понимаете? Вот есть страна, да? Она ходит в синагогу, поэтому я говорю о политэкономии. Да, поэтому я говорю о политэкономии. Просто эта статья вы считаете до сих пор актуальна, да, для вас? Понять, почему Советский Союз рухнул, очень важно. То есть, что вы хотели сказать, что... Понять, почему Советский Союз рухнул, или как это? Вот просто подоплека меня вот это интересует. Всегда интересует один и тот же вопрос. А вот подоплека или не враг? Это не враг, это не враг, это не враг. Интересно, а когда я буду делать доклад о реальности, какая подоплека? Каждый раз одна и та же интересная, может быть, как бы. Всегда, во-первых, интерес. Во-вторых, если есть некоторая идея, мысль, которую никто никогда не высказывал, то ее нужно высказать. То есть, вот с такой трактовкой и с такой интерпретацией я не сталкивался никогда, и поэтому написал эту статью. А сейчас я об этом рассказал. Кто считает ерунда, пускай считает ерунда. Кто считает интересна, пускай интересна. Повод для размышления. А в чем новизна тогда, извините, я не говорю, я понял, что ради новизны. А в чем новизна была сейчас? Ну, в экономической подоплеке, как бы. Глобально, по политэкономической обосновании, необходимости разделения империалистического мира на определенном этапе, экономическая подоплека, политэкономическая подоплека разделения единого империалистического мира на две формы империализма. На два лайка. Так вот, есть еще вопрос, это такая теория заговора своего рода, что якобы, на самом деле, Советский Союз по своим темпам начал обгонять западные страны, испугались там Англия, там, Маргарет Тетчер где-то там утверждала... То есть, это когда-то? Да, она утверждала, что если мы Советский Союз не разрушим, то нам, типа, конец, американцы какие-то, тоже не помню, якобы есть какие-то высказывания, что они все были перепуганы, потому что по темпу производства, по всем показателям просто это обгоняли и должны были весь рынок захватить, да? И на самом деле они решили, что пора Советский Союз как бы уничтожать. И вот с хитрыми методами там всякими... Да, то есть... Опять же, в 86-м году Робачев выступает, что нам хотелось бы хотя бы 3% роста Советского Союза, хотя бы 3%. Здесь главное... Он же главный провокатор, но тем не менее, это показывает, какой... Главная моя идея, это соблюдение уровня разговора. Уровня. То есть уровень сугубо самый высочайший политэкономический без... То есть подразумевается, что все, что говорят, и все, что обсуждают, есть следствие этого. То есть можно было сказать тогда, а давайте мы сейчас Советскую Россию задаем, антанту нашлем, и все. Что бы ни говорили, этого не произошло. И не произошло по экономическим причинам. А не потому, что кому-то расхотелось. Поэтому, скажем, разговоры о... То есть я считаю, так, на своей позиции, что все политические разговоры всегда, это есть обоснование поэкономической, экономической подоплеки. То есть некое обоснование ее... То есть мы должны это говорить об этом. А давайте вот обсудим тогда такой момент, интересно. А почему бы вот этому капитализму, коль скоро он... Империализму, коль скоро он не справлялся со всеми ресурсами, которые оказались в его руках. Почему бы ему не законсервировать вот эту часть? То есть не оградить его, как вот он оградил, да? Но оставить без разбития внутреннего. То есть ведь неплохо было бы, если бы все эти ресурсы там не перерабатывались, охранить... Но они не могли же это управлять. То есть это уже внутри там решили сами, что нужно делать. Они сами решили, что вот нужно строить танки. А необходимость была. То есть он-то не... Это же нельзя говорить, что вот сидит империализм и думает. Просто ведь до этого были всякие, всякого рода колонии, там еще что-то, которые были в своем развитии вроде как законсервированы. Вот и за счет них... Там была воля, там была воля, что мы можем законсервировать. Но они, когда уже разделился, они же не могут там решать, что делать. Ну непонятно, да. Ну все. Просто если это как бы движение вот этого империалистического капитала, такое, ну выступая как субъект, да, здесь воля, то почему бы ему не сделать это колонии? Ну он же не решает это. Растелиться, чтобы на самом деле тем самым нараститься. Понимаешь, что такое милитаризм? Надо же воевать против кого-нибудь. Если бы были бы инопланетяне, можно было бы инициатива. С другой стороны, с другой стороны, ведь после крана, допустим, Советского Союза прийти туда и получить уже готовые какие-то, хоть какие-то, да, средства. Нет, мы рассуждаем это как бы от лица капитала. Мы не можем рассуждать. Он сидит и думает так, нам нужно сейчас сделать кризис, потому что мне нужно делать какую-то переорганизацию, давай-ка я сделаю кризис. Ну это вот то же самое рассужденное. Может быть он так думает? Ну может быть он, да, и так же он думал. Так, сейчас у меня что-то, вот я никак не могу, все, давай-ка я часть... Ну пусть они все-таки что-то там делают. Ну что-то делают, да. Чтобы, так сказать, на месте с ним. Никто не ожидал среди капиталистов, что Россия, по-комунистам, сможет хоть куда-то подняться. Считаем, что это будет зона хаоса, ада и... Но новый способ производства, вот они думали. И большевики, если эти не могли понять, они даже не думали, что до 1905 года не поняли, что это не получилось. Да не, могли, они только увидели, что за их способом производства в будущем. Ну вот они не поверили, но никто же не понимал, что они могут. Поэтому и антанты... Это диалоги. То есть я не кушаю, кстати, диалоги. И той же антанты, белые часто были опаснее, чем красные. Потому что белые все-таки претендовали на восстановление старой империи, а красные ясно, что приводили бы ее в черную дыру. Люди так думали. Ну да, наверное, поэтому и поддерживают. Поэтому и поддерживают. Илья, у вас какой-то негатив есть. Если мы политэкономически обсуждаем, не должно быть оценочным, как высказываем. Какая черная дыда? Другой способ производства, как сказано. Он говорит не в смысле оценочном, а в смысле того, что по представлениям политэкономии капиталистической, вот на этой территории коммунистической не должно было все сложиться. Нет, неправильно. Если милитарист хочет разделиться, чтобы воевать хочет, чтобы тратить средства, так это надо же... Ты смотри, войны-то у них были не со второй частью. Войны были между Германией и Францией, и Англией, и с другой стороны. Но это и мелкие войны были. Как это мелкие? А самая главная это война, это вторая мировая? Ну и вторая мировая, и как она подошлась? С великой Отечественной. Максимальные ресурсы, конечно, были уничтожены в Великой Отечественной. И как она начиналась? Она первый год шла как между Западным миром и Германией. Дикий, смотри, как бы говоря, кризис перепроизводства преодолевается тем способом, что возникает война, все уничтожается, что потом заново строят. Вот логика какая-то. Что как бы много что произвел. Это война первоначально была. Сначала было воспроизводство войны между Францией и Германией. Это Франция и Германия это локальная война. Ну нифига себе. Да нет, нет, нет. Игорь, действительно, да. Но если мы опять же поднимемся повыше и будем не рассуждать, что вот из-за конфликта с Францией, Англией и Германией возникла война. Да. То есть это как бы способ реализации. Но глобально что произошло... Но была же холодная война. Была же. Холодная война опять же. Холодная война. А по ресурсам, я думаю, что по ресурсам с отратом она превозошла. Да, да. Она именно была холодной, потому что в ходе ее можно было связать большие ресурсы, не используя. То есть не нужно было ядерное оружие. Утилизировать вне с другой частью отделенной от тебя. А, и важно, как утилизировать. Или проводить у нас с именами. Между Швейцарией и Швецией абсолютно никакой разницы. Ну, нет. Если в России все побольше, все-таки побольше. Все-таки утилизируют свои ресурсы. Да, вот, например. Ладно, давайте. Как бы... Все. Все.